Загазованность от дороги, излучение от антенны сотовой связи, отсутствие зелени, дебоширы во дворе, повсюду припаркованные автомобили и, наконец, грязный подъезд. Кажется, в этом доме действительно невозможно жить, однако люди живут и многих все устраивает. Только некоторые жильцы, пенсионеры, утверждают обратное и пишут письма в городскую и районную администрации. Мы обращались в 25-й территориальный отдел, к управляющей компании нашего Коршакову, к холодову директору, к нашим техникам. Реакция ноль. Капитальный ремонт не делается, подъезд, видите, дверь не закрывается, ни цензурные слова написаны, не закрашиваются. Алкаши напротив сидят дома, сколотили себе стол, бар так называемый, пьют с утра до ночи. В этом подъезде недавно поменяли окна, но не заделали швы. Побелили стены и потолок, но краска попала на лестничные ступеньки. Жители недовольны, говорят, все это придает неопрятный вид. Плюс постоянная реклама, которая валится из почтовых ящиков. А окна в квартирах и вовсе невозможно открыть из-за смердящего запаха от канализационного колодца, который был установлен хозяином рядом стоящего магазина. Я не открываю окна ни днем, ни ночью, ни летом, ни зимой, то есть круглый год. Также местных жителей не устраивает парковка автомобилей. По их словам, здесь и так все закатали под асфальт. Так водители еще и ставят машины на газоне. И антенна сотовой связи дополняет багаж возмущений. Балконные окна Людмилы Цыплаковой выходят прямо на нее. Женщина переживает, что из-за излучения ее здоровье ухудшается. Мы всю жизнь проработали. Неужели под старость лет мы должны умереть от какой-то антенны? Посетив каждый этаж, наша съемочная группа не обнаружила каких-либо явных признаков вандализма или разрушений. Чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, мы решили обратиться в администрацию города Видное. Исполняющий обязанности главы городского поселения Видное Александр Усков нас направил в управляющую компанию МУП ЖКХ, где нам дали комментарий относительно обстановки по 35-му дому. По словам главного инженера, несанкционированное место отдыха находится вообще не у 35-го дома. Тем не менее, коммунальщики его постоянно демонтируют. Однако жители снова его устанавливают. Антенна, оказывается, раньше стояла безопасно на крыше дома. Никому не мешала. А после многочисленных жалоб ее переустановили на кровлю пристройки. И теперь, конечно, все лучи направлены на квартиры. Убрать ее невозможно, так как собственник пристройки – частное лицо. А значит, что-либо делать со строением службы не имеют права. Что касается состояния подъезда, то все недоделки будут устранены до конца года. Анастасия Нурхонова, Видное ТВ